Итак, можно только приветствовать инициативу коллег, которые обратили внимание на исследовательскую деятельность и на те процессы, которые идут в сфере образовательной деятельности и вузов, и различных центров. До сих пор, как говорил Михаил Борисович, закон об НКО иностранных агентах применялся в основном к общественным, к правозащитным организациям, но на самом деле все условия, те два условия, которые прописаны в законе, под них подпадает существенное число организаций, действующих, работающих в исследовательском поле и в сфере образования. Я дам в рассыпную несколько примеров, наиболее ярких, очень примечательную информацию и глубокую информацию представили коллеги. И вы знаете, много сейчас идет споров об определении политической деятельности, но уж если на то пошло, и если наше либеральное сообщество так основательно ориентируется на американские западные законы, то почему бы не рассмотреть определение политической деятельности, которое применяется в Соединенных Штатах. Оно дано в том законе, в законе о регистрации иностранных агентов. Наберитесь терпения, предложение длинное, как у Льва Толстого. Термин политическая деятельность означает любую деятельность, которой человек намеревается или планирует любым способом влиять на любое ведомство или чиновника правительства Соединенных Штатов или любую часть общественности в Соединенных Штатах в отношении формулирования, принятия или изменения внутренней или внешней политики Соединенных Штатов или в отношении политических и общественных интересов, политики или отношений правительства иностранного государства или иностранной политической партии. Тут нужно по словам разбираться, но уж очень всеобъемлющие определения, в которые входят не только действия, но также планы, но также и намерения. И при этом прямой контакт между источником финансирования и исполнителем не требуется, даже если есть несколько организаций в цепочке передачи денег. Это все равно считается политической деятельностью в интересах иностранного заказчика. Вот такое определение можно было бы использовать. Что касается характера политической деятельности. Посмотрите, сегодня, когда речь не идет об открытой войне, я не думаю, что какая-либо страна собирается атаковать военным способом Россию. Как мы наблюдали в последние десятилетия, да, собственно говоря, и раньше, воздействие на внутреннюю ситуацию в других государствах производится так называемыми мирными ненасильственными способами, достигается смена режима. Но, собственно, и военные действия тоже ставят ту же самую задачу. Так что здесь важен источник финансирования вот этой деятельности внутри другого государства. Ну, например, если тоже посольство Соединенных Штатов, тот случай, с которым я сталкивалась, финансирует проекты, вроде бы не связанные с политикой. Ну, например, финансирует покупку коров и тракторов для Кавказа. Никакой политики там, вроде бы, нет. Но дело в том, что посольство Соединенных Штатов и государственный департамент, через который финансируются все посольства в мире, благотворительностью не занимаются по определению. Единственная цель и задача, проистекающая посольство Государственного департамента, это проведение, реализация интересов, национальных интересов в Соединенных Штатах. То же самое касается других государств. Но только так оно и может быть. И, значит, если на эти деньги посольство решает покупать коров, но все-таки какие-то цели на Северном Кавказе оно, наверное, преследует. Ну, и о политике, о стратегии завоевания умов и сердец мы слышим со времен войны во Вьетнаме. И известно, как это делалось во Вьетнаме. Вот. Так вот, собственно, политический характер деятельности определяется самим фактом наличия иностранного финансирования. Вот по моему экспертному мнению, потому что как государственные агентства, так и так называемые частные фонды, вроде бы частный капитал, они преследуют одни и те же цели. Капитал в западном, в капиталистическом, в западном мире, в капиталистической системе неотъемлем от политики. Капитал обслуживает, финансирует интерес политиков, политики обслуживают интересы капитала. И, ну, нельзя сказать, чтобы интересы фонда Сороса отличались, сильно отличались, вот принципиально, от правительства, от интересов Соединенных Штатов. Да, собственно, сам Генри Форд говорил, что хорошо для Форда, то хорошо для Америки. Вот. Так, значит, я хотела пару примеров привести. Ну, центр Левада, да, социологический центр, занимается социологическими исследованиями, опросами. Но для кого, для кого центр Левада, в том числе, собирает такую информацию? Вот, смотрите, заказчики и источники финансирования. Агентство США о помощи на народному развитию, USAID, фонд Форда, фонд Макартуров, фонд Фридриха Наумена, германский, Национальный фонд поддержки демократии, Институт открытое общество. Ну, давайте кратенько Национальный фонд поддержки демократии посмотрим. Значит, Карл Гершман, который является президентом Национального фонда поддержки демократии аж с 1984 года, то есть вот 30 лет со времен Холодной войны, говорил о работе, о финансировании организаций, общественных организаций в мире. Я цитирую. Мы не должны были вести эту работу подпольно. Очень плохо, когда демократические группы по всему миру воспринимают, как живущие на субсидии ЦРУ. Поэтому мы перестали это делать. Национальный фонд поддержки демократии был основан в 1983 году. Собственно, вот как прикрытие для того, что всегда называлось подрывной деятельностью различных специальных агентств. Но тот же самый факт подтверждает один из разработчиков концепции NIDI, Ален Вайнштейн. В 1991 году он говорит, многое из того, что мы делаем сегодня, 25 лет назад делало ЦРУ. Я не знаю, понимают ли в Леваде, от кого они берут деньги и каким целям может служить их информация. Но если это честные исследователи, то они могли бы задаться вопросом, если действительно исследование – это их профессия. И тот же фонд Макартуров, о котором много говорилось, например, в 2009 году выделил Левадоцентру 150 тысяч на проект «Мониторинг социально-экономических трансформаций в России». Михаил Борисович упоминал имя Барри Лоуэнкрона, это вице-президент по международным проектам фонда Макартуров. Вы взгляните на его биографию. Очень примечательная биография. Человек всю свою карьеру нигде, кроме специальных ведомств, не работал. Он был специальным помощником главы Объединенного комитета начальников штабов, он был помощником директора ЦРУ, он занимал, по-моему, в Совете безопасности дважды был директором по европейской безопасности. В Объединенном National Intelligence, вспомню название, там он также занимался аналитикой. Так что человек чрезвычайно обладает очень специальными компетенциями. Почему именно такой человек раздает гранты различным организациям? Ну, это легитимный вопрос, на который, собственно, хотелось бы получить ответ, может быть, от него самого. Ну, и, как говорил Сергей Александрович, гранты они раздают очень щедро, причем на очень чувствительные темы. Пир-центр – это тоже интересная организация. Я цитирую из доклада, значит, пир-центр финансирует, да, их задачей, они являются в России главными специалистами по особо чувствительным темам ядерного оружия, ядерной безопасности, оружия массового поражения. Финансируются они информационным бюро НАТО в России, корпорации Карнеги, Министерство иностранных дел по делам Содружества Великобритании, Министерство обороны Норвегии, фонд Макартуров и другими гранатодателями. И вот еще интересный факт приводится на сайте пир-центра, значит, пир-центр называет компанию «Бузалин Гамильтон» своим доверительным, долгосрочным партнером. Я напомню, что Эдвард Сноуден был сотрудником как раз вот этой компании. «Бузалин Гамильтон» является одним из крупнейших подрядчиков в Соединенных Штатах, и в последние годы более половины доходов, а общий объем почти 6 миллиардов долларов, составляют доходы по контрактам с военными и разведывательными ведомствами. Один из контрактов, пятилетний контракт, общим объемом 5,6 миллиардов долларов с военной разведкой Пентагона. Ну, хотелось бы узнать у пир-центра, в чем же заключается доверительное, долгосрочное партнерство с подобной компанией. Так что, действительно, вопросов возникает много, и хотелось бы надеяться, что эта информация будет рассмотрена и Министерством юстиции, и закон, наконец, поскольку он есть, начнет применяться и к подобным организациям также. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!